МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет, нет, вы не ошиблись. Это не автомобильная программа, это хоккейный тележурнал. Звезда СКА. И за рулем этого карта хоккеист. За рулем карты, согласитесь, он выглядит более чем уверенно. Ну а на льду так вообще. Он и голевые передачи раздает, и шайбы сам забрасывает. Один из самых молодых нападающих петербургского СКА, 36-й номер нашей команды, 20-летний Андрей Сигарев. Через несколько минут в тележурнале «Звезда СКА» в рубрике «Звездный портрет». Кроме того, сегодня в нашей программе вы еще увидите. «Человек-неделя». Разбираем игру Патрика Торресона. СКА-история. За что бронзовый призер чемпионата Советского Союза, капитан СКА Николай Маслов попал в дисбат? СКА-наука. Вычисляем чемпиона по ДНК. А прямо сейчас рейтинг недели. Пятерка самых ярких событий по версии тележурнала «Звезда СКА». Пятое место. Гол недели. Шикарная шайба Патрика Торресона в матче против Салавата Юлаева. Жаль, что несмотря на этот гол мы проиграли. Вот этот гол Торресона доказывает преимущество кистевого броска над щелчком. В окружении нескольких соперников не позволит замахнуться. Даже легкого замаха не позволит сделать соперник. И тут коротким кистевым движением точно в угол направил. Даже моргнуть не успел соперник. Притирку с перекладиной. 1-1. Здорово! Четвертое место. Пас недели. И сразу двойной пас. Ковальчук, Шипачев, Червенко. Матч против нефтехимика. Все начал Ковальчук. Для начала он отобрал шайбу у защитника соперника на чужой синей линии. Двинулся вперед. И увидел открывшуюся Шипачева. И сделал очень тонкий пас под клюшку соперника, который практически невозможно перехватить. В свою очередь Шипачев тоже выжил удобный момент. И прекрасно сделал передачу на Червенко. Для того, чтобы ему удобно было послать шайбу в воротах. Все отлично было сделано. Шипачев! Шипачев! Передача! Гол! Отличная комбинация! Третье место. Дебют недели. В Нижнекамске. Ворота СКА. Защищал Дмитрий Шикин. Многие болельщики о нем даже не слышали. И напрасно. Между прочим, Шикин чемпион мира среди молодежи. Уже три года в системе СКА. Но за эти три года не отыграл за главную команду ни одной минуты. И тут целый матч. И сразу победный. Для дебюта он сыграл просто потрясающе. Просто потрясающе. Отличный процент. Надежность. Уверенность в себе. Я не ожидал. Шикин! Вот это сыпь! А вчера в субботу в Ледовом дворце 44-й номер СКА Дмитрий Шикин снова вышел на площадку. И снова провел весь матч. И мы снова победили. СКА выиграл у рижского «Динамо» в серии после матчевых буллитов. Шикин отразил три броска из трех. Шикин! Молодец! Второе место. Контратака неделя. В матче против «Нефтехимика» Патрик Торресон забрасывает классную шайбу с подачи Ильи Ковальчука. Интересная ситуация сложилась. Выскочил Патрик Торресон со скамейки штрафников. На площадке было не его звено. И вообще по всем законам он был обязан отправиться на скамейку запасных. Но он четко оценил ситуацию. Он видел, что хорошая контратака развивается. И все было здорово сделано. Как говорят хоккеисты, Ковальчук и Торресон провели так называемую комбинацию «крест». И, наконец, первое место. Главным и, безусловно, самым ярким событием недели по версии тележурнала «Звезда СКА» стали последние полторы минуты основного времени субботнего матча против «Рижского Динамо». Мы проигрываем. 2-3. Яландин берет тайм-аут. Мы снимаем вратаря. И за 49 секунд до финальной сирены хитрую и такую важную шайбу забрасывает Виктор Тихонов. Бросок! Бросокол! Виктор Тихонов за 50 секунд до окончания третьего периода сравнивает счет. И спустя всего 10 минут он же, Тихонов, реализует победный булит. Отлично! Фирменный финт на булитах. Вы смотрите телевизионный журнал «Звезда СКА» на 100 ТВ. Мы продолжаем. Да, я здесь прожил почти полгода. Здесь как бы больше всего времени проводил. С октября по апрель. Ну вот он, подъезд. Чего-то я код забыл. Как будто бы вчера здесь жил. В этом доме, в центре Петербурга, Андрей Сигарев прожил полгода. Какое по счету это место жительства, ему, наверное, и не посчитать. 20 годам Андрей не то что квартир. Городов сменил столько, что вспомнить их все может не сразу. Профессиональный хоккеист и сын профессионального хоккеиста, он переезжал из одного места в другое с самого рождения. Кемерово, Монитогорск, Тольятти, Новосибирск, Америка, Пенза и сейчас они в Петербург. Петербург, с хоккейной точки зрения, в этом списке город, конечно, самый главный. Здесь Сигарев заиграл в континентальной хоккейной лиге. И первая же заброшенная им шайба вошла в десятку самых красивых голов недели по версии КХЛ. Вот Сигарев, да, проходит, проходит, обыгрывает защитника, бросаясь в неудобные руки. И смотрите, в падении, в падении Андрей Сигарев забрасывает шайбу в ворота Покина. Ну, это что-то в стиле Александра Овечкина. Андрей Сигарев, 20 лет, команда СКА, номер 36, амплуа нападающий. Рост 185 сантиметров, вес 86 килограммов. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2012-2013 годов. В системе СКА второй сезон. Я с детства, я с 5 лет на коньках, так что вся жизнь хоккей. Я до этого здесь один раз был, и мне очень город понравился. Сначала было тяжело, что именно много народу, это как бы суета постоянная. Это сказалось именно первое время, а сейчас я к этому привык, и мне наоборот комфортно. Сигарев сам пойдет. Да, сделал заброс. Оборотную сторону настоящей хоккейной жизни он почувствовал еще ребенком. Постоянные переезды, постоянно новые школы, новые друзья. Заново привыкать к очередному чужому городу. Когда сам заиграл всерьез, понял, иногда хоккей – это еще и очень больно. Пару раз руку ломал. Бывает в игре, где что-то болит, что-то серьезное, могут укол поставить, ты можешь играть. Но я сам раз с переломом играл, даже гол забил. А мы проигрывали, я за Кемерово играл. У меня первый раз, когда был перелом. У меня боль такая дикая была, я не знал уже еще, что это сочувствую. Я просто, может, думаю, сильно ушиб. Вот, но оставалось минуты две, а мы 4-5 горели. И я вышел и сравнял. 17 лет Андрей Сигарев уезжает в Америку играть в одну из юниорских лиг. Но в Штатах он не остался. В самый ответственный момент, когда должна была решаться его игровая судьба, случилась неприятная травма голеностопа. И Андрей вернулся в Россию. Приехал в Пензу играть за местный дизель в высшей хоккейной лиге. И заиграл Сигарев так, что скоро стал любимцем всего города. Как танк прет Андрей Сигарев! Очень перспективный молодой игрок. Обладает хорошей техникой, катанием. Настырный, напористый. И, в принципе, может забить и хорошо видит поле. Пока рано говорить чутко о конкретном игровом стиле хоккеиста Сигарева. Но уже сейчас ясно, он универсальный нападающий. Может сыграть и на краю, и в центре. И, как выяснилось, умеет забрасывать эффектные шары. Сигарев! Проходит, бросает Сигарев! Спасает в положение седлочек. Думаю, чуть не подойдет он мне. А ну что, дойдем. Как и все хоккеисты, Андрей Сигарев, конечно, любит драйв и скорость. Пока собственным автомобилем не обзавелся. Так что адреналиновый голод утоляет на льду. И вот так. Я давно, честно говоря, не катался. Мне очень нравится. И это адреналин такое получаешь. В 2012 году Андрею Сигареву, юному хоккеисту пензенского дизеля, поступило предложение переехать в Петербург, играть за СКА. Предложение, мечты, чего уж там. Вот только страшно было решиться, бросить все в городе, где уже все свои, где все получается. И попытаться пробиться в основу одного из лучших клубов континентальной хоккейной лиги. В команду суперзвезд. Я долго думал, все-таки принял решение не всю жизнь в высшей лиге играть. И я только рад, что здесь. Страшно? Да. Первый раз зашел в развилку, вообще просто не поверил. Тяжело было, как бы. Но все хоккеисты, я просто понимал, поддерживали самое главное. Было в этом легче. Но, честно говоря, этот период долго длился. Именно такой, что где-то скованность и так далее. Сейчас я себя более уверенно чувствую в этом сезоне. Сигарев. Бросок с неудобной руки. Нет, попадает шайба в защитника. И все-таки влетает в ворота. Первая шайба в нынешнем сезоне Андрея Сигарева. Первую шайбу и какую шайбу? Сигарев забросил в ворота трактора. Возможно, этот самый момент станет важной точкой отсчета в карьере будущего большого игрока. А пока Андрей Сигарев, скромный, воспитанный молодой человек, спокойно ходит по Невскому и ездит на метро. Никакой звездной болезни. Он ведь с детства знает, что такое большой хоккей. И знает, как зарабатывают медали и славу. Если ты хочешь кем-то стать, ты должен просто всего самого отдать себя. Я хочу играть в СКА и выиграть клубу Гагарина. Далее в телевизионном журнале «Звезда СКА» самая большая в мире коллекция хоккейных клюшек. Ее собрал петербуржец Сергей Афанасьев. 13 тысяч раритетных экспонатов с автографами легендарных хоккеистов. Сегодня о клюшках, которыми играли хоккеисты сборной СССР. Основной разговор у нас сегодня о клюшке, которая прекратила свое существование, но сыграла огромную роль. На этой клюшке, в принципе, выросла сборная СССР и одержала все свои победы. В советские времена импортные клюшки были дефицитом. Небольшие партии закупались только для сборной страны и для команд высшей лиги. А вот легендарная Коха. Это уже абсолютная история. Клюшки такой марки уже не существуют. Никакого пластика. В те времена главное оружие хоккеиста изготавливалось только из дерева. В деревянной клюшке, как вы сами понимаете, не было вообще такого понятия, как жесткость. Вы видите сейчас при ударе, если смотреть в замедленном темпе, то клюшка, она настолько изгибается, она принимает форму удара, скажем так. Она придает дополнительное ускорение шайбе. То есть шайба летит там в 3-4 раза быстрее. Защитники совершают такие броски, что просто боишься за здоровье вратарей. Но деревянной клюшкой такой невозможно было сделать. Но, тем не менее, они тоже пружинили, у них была своя жесткость. До 60-х годов хоккеисты играли абсолютно прямыми клюшками. Потом крюк стали загибать, чтобы повысить точность бросков по воротам и, как следствие, зрелищность хоккея. Уже для Харламова и уже чуть позже для всех хоккеистов сборной делались их индивидуальные загибы. Конец клюшки особенно загнул, что позволяло спортсмену на маленьком участке поля высоко поднимать шайбу, находясь очень близко от воротаря. И что они не раз демонстрировали, это хоккеисты, которые виртуозно владели клюшкой, нападающие, от которых пострадали многие воротари. И, как я вам уже говорил, подобный загиб, он присутствует у Мальцева. Это сегодня Ковальчук, то есть все те, кто поражает нас своим мастерством, нападающие, как правило, у них конец клюшки очень агрессивно закручен. В коллекции Сергея Афанасьева мы еще обязательно вернемся в следующих выпусках тележурнала «Звезда СКА». Смотрите далее в нашей программе. Николай Маслов, капитан бронзового СКА 87-го года. Как и зачем КГБ возвращал его на родину? Человек недели. Нападающий Патрик Торресон. СКА-наука. Что такое хоккейный ген? Наш конкурс. Выбираем королеву красоты среди болельщиц. Вы смотрите телевизионный журнал «Звезда СКА» и мы продолжаем. Прямо сейчас в тележурнале «Звезда СКА» разбираем игру нападающего Патрика Торресона. 41-й номер нашей команды провел хорошую игровую неделю. Заработал три очка, в том числе забросил две шайбы. Очень крепкий, физически очень мощный хоккеист. С голевым чутьем умеет сделать передачу, умеет сделать очень мощный и точный бросок. Не будем забывать, что он все-таки обладатель Кубка Гагарина в составе Салавата Юлаева. Постарался Торресон. Интересный такой факт. У Торресона его отец, Петер Торресон, принимал участие в пяти олимпиадах за сборную Норвегии. Это не рекорд. Рекорд у Фина Хелмина – шесть, но пять – это очень много. У нас таким похвастаться достижением никто не может. Торресон! Три-ноль! Уже несколько матчей подряд Юка Яланин произвел в этом звене изменения. Появился там Тихонов. Игра стала намного результативнее у первого звена. Именно у первого звена, которого, в принципе, этой результативности не хватало в предыдущих матчах. Вот это может быть такой удачный ход тренера. Потому что всю предсезонку со шведом Мортенсеном и с норвежцем Торресоном наигрывался Роман Червенко. И они и первые матчи провели все вместе. И вроде бы все удачно. Но вот в последних матчах, особенно в домашних матчах, они себя не проявили. И вот это был удачный ход Юки Яланин. Отличные показатели на этой неделе. Очень важная вторая заброшенная шайба с нефтехимиком. Потому что счет был равный. 1-1. И вторая шайба значительно охладила пыл соперника. Патрик Торресон. Очередная шайба нападающего питерского СКА. Он постоянный член сборной Норвегии. Он участник всех чемпионатов мира. И даже если вспомнить успешный для нас чемпионат мира 2012 года, он ведь совсем немного уступил по результативности Малкину. Он на втором месте. Он надежный. Он никогда не опускается ниже определенного высокого уровня игры. Это, кстати, очень здорово. Это очень хорошо. И, кстати, младший представитель семьи Торресонов тоже играет в хоккей. Патрик и его маленький сын на льду дворца спорта «Юбилейный». Настоящее и будущее. Торресоны большой и маленький. В нашей рубрике «Без комментариев». Далее в нашей программе рубрика «СКА.Наука». Довольно часто о звездах мирового класса говорят. Этот человек рожден быть хоккеистом. Произноси эти слова. Мы ведь, конечно, не задумываемся о том, что современные ученые действительно в состоянии определить, есть ли у человека генетическая предрасположенность к какому-либо виду деятельности. Об этом в тележурнале «Звезда СКА» прямо сейчас. В этой пробирке хранится практически вся информация о человеке. И главное, что под спиртом ДНК может храниться десятилетиями и столетиями. Из этих самых пробирок Андрей Глотов может столько узнать о человеке, сколько тот сам о себе никогда не узнает. А с недавних пор генетики по ДНК научились фактически предсказывать будущее. По крайней мере, спортивное. Звучит, конечно, обывательски, но на самом деле это наука в чистом виде. Андрей Глотов и его коллеги разработали генетический паспорт спортсмена. Методику для вычисления будущих хоккейных звезд. В этой лаборатории изучили фрагменты ДНК 80 выдающихся игроков, в том числе олимпийских чемпионов. И создали генетический эталон хоккеиста. Это, безусловно, тот человек, который обладает генетически обусловленной быстротой, который мотивирован, именно гены мотивации, у него присутствуют те варианты, которые необходимы для хоккея. И тот человек, который обладает достаточной выносливостью к нагрузкам, потому что хоккей достаточно сложный. Возможно, через несколько лет генетическую экспертизу на предмет предрасположенности к игре в хоккей будут проводить уже во время отбора в спортивную школу. Но сегодня нам интересно вот что. А соответствуют ли генетическим хоккейным идеалам действующие игроки? Проверять будем Андрея Ряшенцева, нападающего команды СКА 1946. Есть, мне кажется, люди, которым от Бога дано заниматься каким-либо видом спорта. И хоккеем, да, в том числе. Андрей сдаёт кровь, и впоследствии по итогам сложных тестов мы узнаем, а дано ли ему Андрею играть в хоккей с научной точки зрения. Стараемся не разгибать. Получен образец биоматериала, и нужно из крови нашего пациента выделить ДНК. Вот мы как раз видим небольшие белые ниточки. Это как раз и есть ДНК. Следующий этап. Из молекулы ДНК нужно выделить и размножить гены, отвечающие в организме Андрея Ряшенцева за хоккейные наклонности. В этом чипе находится 45 генов, которые мы как раз и будем анализировать с точки зрения спорта. Все эти гены важны с точки зрения хоккея. Аппарат расшифрует гены и отправит данные в компьютер для изучения результатов. Эта информация позволяет спрогнозировать спортивную судьбу с точностью до 80%. А в некоторых случаях убереть человека от смертельно опасных для него нагрузок. Самое главное даже не выявить перспективных спортсменов по их наследственным качествам, по их генам, сколько не пропустить тех людей, для которых противопоказано занятие спортом. И вот генетический хоккейный паспорт Андрея Ряшенцева готов. Андрей снова в медико-генетическом центре. Волнуется, конечно, немного. Мало ли, что там скажут ученые. Вы мне рассказали про генмотивацию. Можно поподробнее узнать, что именно? Как и ожидалось, все в порядке. Генетики обнаружили у Андрея подходящий для игры в хоккей вариант гена сердечно-сосудистой системы. Он один из самых важных. Сердце нападающего Ряшенцева готово к тяжелейшим тренировочным и игровым нагрузкам. Также найдены гены выносливости и быстроты. У него присутствуют быстрые мышечные волокна, но быстро вытомляющиеся, которые выдают максимальную мощность работы на коротком отрезке времени. В хоккее смена проходит 40-45 секунд, ну, минуту где-то, если переиграл. То как раз вот в этот короткий период времени он и выдает максимальную мощность, которая и нужна, чтобы он свою смену проводил на 100-150%. Человек с такими вариантами спортивных генов, как у Андрея Ряшенцева, вряд ли добьется успеха в марафонском, беге в велогонке или в тяжелой атлетике. А вот для хоккея его генетический набор подходит почти идеально. Но расслабляться никакого смысла нет. Подходящий генетический набор – это только база. Наука еще не продвинулась настолько, чтобы избавить спортсменов от ежедневных выматывающих тренировок. Так что есть у тебя хоккейный ген или нет, но пахать, иначе не скажешь, придется все равно. Так-то. Это телевизионный журнал «Звезда СК». Далее у нас историческая рубрика, и сегодня мы вспоминаем 1987 год. Почему? Потому что это вторые в истории ленинградского хоккея бронзовые медали чемпионата Советского Союза. И 16-й номер в составе нашей команды нападающий капитан Николай Маслов. Мало кто знает, что путь Маслова ко всеобщему признанию был очень и очень непростым. В частности, в юности ему пришлось пройти через дисбат. Все подробности в тележурнале «Звезда СК» прямо сейчас. Он стал звездой, добился очень многого. Но все же история, в результате которой Маслов на несколько лет оказался отлученным от хоккея, к сожалению, не позволила ему в полной мере раскрыть свой огромный талант. Чемпион мира среди молодежи в конце 70-х Николай Маслов был одним из самых перспективных хоккеистов Советского Союза. Скорость, потрясающие физические данные. Им восхищался даже сам Тарасов. На первенство Европы в Финляндию Маслов поехал уже капитаном советской команды. Но в самый разгар чемпионата Николая вдруг срочно вызвали в советское посольство. Показывать телеграмму за подвищу командующего округа о том, что вот пришла ваш отец присмерть, и вам надо срочно вернуться. Приезжай домой, 1 января, Новый год, вечер. Звоню, мать, открывай дверь. Я говорю, что с отцом случилось? Она не поняла, ты вообще-то должен быть в Финляндии, ты что здесь делаешь? Не сбежал, что ли? Я говорю, да нет, приехал. Говорю, так и так сказать, с отцом плохо. А что с ним плохо? Иди посмотри, Новый год, папа лежит на диване. В нормальном новогоднем состоянии. И все. Ну, а на следующий день приезжает за мной эта самая машина. Полковник, я хочу сейчас по названию полковника майора. А в чем вообще, спрашиваю, дело-то? Она говорит, ну, а вот нам поступил сигнал, что должен подписать контракт на 50 тысяч долларов и уехать в Канаду. Оставшаяся без капитана сборная Советского Союза не сумела взять золотые медали. Вскоре выяснилось, Маслов стал жертвой клеветы. Оперативники КГБ нашли человека, который написал на него анонимку. Я помню, приехали эти ребята, когда извинятся, зашли домой. Я говорю, так, ну, мы нашли, и все. Нашли же все, представляешь, какая машина-то работала. Вычислили мужика-то этого. Ну, мы, говорит, тебе фамилию не скажем, а то, говорит, тебя потом надо будет еще по другой статье привлекать. В тот момент никто и подумать не мог, что уголовная статья в жизни Маслова появится совсем скоро. Поначалу ничто не предвещало беды. Главный тренер Ленинградского СКА Игорь Ремешевский в качестве воспитательной меры решил отправить Николая послужить в настоящую часть. В те годы это нередкая мера для всех армейских команд. И наверняка спустя пару недель игрока вернули бы в команду. Но Маслов воспринял этот приказ слишком болезненно. Он сбежал со сборов, а так как был военнослужащим, этот поступок являлся дезертирством. Взяли его быстро. Прислали две машины борцов со спортроты. И вот таким образом погрузили, отвезли на Садово и дали 10 суток. 10 суток в одиночке на гауптвахте, а потом месяц, пока шло следствие в крестах. Маслову дали два года дисбата. И пока его товарищи по молодежной сборной Крутов, Ларионов утверждались в главной команде СССР, их бывший капитан Николай Маслов работал на лесоповале. Год и 8 месяцев. Условно досрочно освободившись, первым делом Маслов пришел на каток. Тренер фармклуба Игорь Щурков, ни мгновения не сомневаясь, дал ему шанс на возвращение. Ты чего, вот, про что, говорю, старые гвардии, вот эти наши мужики, они, конечно, они сердечные люди. Ну, прекрасно понимаю, в каком положении человек оказался. Или иди сейчас, пропадай дальше, да, или что там. И вот он мне разрешил на тренировку выйти. У меня формы не было, просто дали коньки, перчатки. И я проехал три раза туда-обратно и упал на скамейке. Все, я лежал, минут пять не дышать нечем было. Вот в таком состоянии я находился. Маслов не сдался, он начал пахать. И сумел вернуться. Заслуженные ветераны советского хоккея Валентин Быстров и Владимир Петров убедили старшего тренера ленинградского СКА Бориса Михайлова взять его в команду. И как будто не было двух лет без хоккея. Маслов заиграл. И вскоре стал лидером и капитаном команды, которая в 87-м году возьмет медали чемпионата СССР. Было прекрасное честь у него, юбилейно. Аж до слезы там, как тебе, ну это... Для спортсмена это высшее удовлетворение твоих амбиций и всего. Маслов закончил играть в 33 года, потом работал тренером, в конце 90-х даже был главным в Петербургском СКА. А сейчас он возглавляет городскую хоккейную школу Олимпийского резерва. Николай Евгеньевич – заслуженный тренер России. И с недавних пор – молодой папа. Жена Ксения родила ему двоих детей, как и положено – сына и дочку. А это кто у нас? Лягушка вот эта. Да? Вот, давай, переворачивай страничку туда. Оглядываясь назад, Николай, наверное, мог бы жалеть, что судьба лишила его шанса стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира, но не в правилах Маслова расстраиваться из-за того, что не произошло. Судьба вынудила его преодолеть непростой путь, но он с честью прошел через все испытания. И, несмотря ни на что, сумел стать одной из самых ярких звезд за всю историю ленинградского хоккея. Ну и в завершении очередного выпуска нашей программы – конкурс «Звезда СКА». Напоминаю, все вместе мы выбираем самую красивую болельщицу любимой команды. Милые дамы, свои фотографии присылайте нам на электронную почту. Ну и первые итоги мы будем подводить уже в конце ноября, когда вместе выберем королеву осени. Прямо сейчас очередные претендентки на победу. Юлия болеет за «СКА» уже три сезона. Любимый игрок – Илья Ковальчук. Болельщица «СКА» с 2011 года – Василина. Живет она в Луге, поэтому все матчи любимой команды смотрит в эфире телеканала «100 ТВ». Смотрите через неделю. Большой эксклюзив. Алексей Паникаровский в рубрике «Звездный портрет». «СКА-1946». Специальный репортаж с тренировочной базой. В хоккей играют настоящие женщины и играют всерьез. Петербургская женская хоккейная команда «Динамо». Это и многое другое через неделю в тележурнале «Звезда СКА» на 100 ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова